У нас много общего с нашими друзьями Пингуэ, в том числе любовь к итальянской кухне. Все самое свежее с Анной Олсен. Пингуэ также любят еду, как и мы. Они не только местные производители ветчины прошутто и копченого мяса, но и наши хорошие друзья. Почему бы не порадовать друзей итальянским пиром? Чтобы презентовать прекрасное прошутто Пингуэ, сервируем большое блюдо с закусками. Здоровый аппетит удовлетворит сытное Оссо Буко, сервированное на пасте очини де пепе с шафраном. Затем от послевкусия избавить салат из руккола, ананаса и кедровых орешков. Это прекрасный пир. Я люблю Оссо Буко. Это деревенское блюдо достаточно сложно и изысканно, чтобы его подавали в лучших ресторанах. Подобно рагу, телячья голяшка Оссо Буко тушится, медленно готовится в духовке. Это великолепно. Аромат тушеной Оссо Буко придает кость. Это кости ноги. Костный мозг изнутри ароматизирует весь соус. Прежде чем жарить мясо, убедимся, что кастрюля сильно нагрета. Это первый этап приготовления Оссо Буко. Мясо приобретет карамельный цвет, соус получится ароматнее. Особенность телячьей голяшки в том, что эти куски охватывают слой эластина. Он держит мясо в процессе приготовления. Пока жарится мясо, нарежем лук, морковь и сельдерей для соуса. Тут много лука. Тот измельчин. Отлично. Понимаете, что нужно взять пухоль. Попробуем это сделать. Удрины. Попробуем. Удрины. Мясо. Оотно. Тремя. Удрины. 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 Тремя. Несен. Удрины. Мне нравится цвет, который приобрела мясо. Готовое мясо должно быть мягким, когда нажимаете вилкой, но при этом не падать с кости. Убавляем газ и кладем овощи. Как только соус нагреется, положим галяшку обратно. А пока приготовим на гарнир грималату. Итальянская кухня не обходится без чеснока. Раз, два, три. Нужно несколько зубчиков. Часть мы используем сейчас, растолчем и добавим к овощам. А часть оставим для гарнира, который я приготовлю. Мы положим их в оссобуко. Пара лавровых листьев даст чудный аромат. Побеги тимьяна и побеги свежего майорана. Прежде чем сервировать блюдо, я достану лавровые листья, тимьян и майоран. Чтобы приготовить оссобуко, требуется много жидкости. Наливаем белое вино, примерно половину бутылки. Оссобуко прекрасно сочетается с красным вином, таким как кьянти. Но я люблю готовить с белым. Это позволяет сохранить яркий цвет томатов. Прежде чем мы положим телячью голяшку, соус должен нагреться. Займемся гарниром коссобуко. Большое количество плосколистной петрушки. Парочка зубчиков чеснока. Горечь свежего чеснока уравновесит вкус приготовленного чеснока в соусе. Чтобы избавиться от послевкусия, немного цедры лимона. Щепоть соли. Она сохранит зеленый цвет петрушки. Свежий запах. Резкий контраст с тушеным оссобуко. Жидкость достаточно нагрелась. Можно класть голяшку. Кладем в овощи. Это блюдо подходит для праздников, так как его можно приготовить заранее. Это готовится 2 часа при 160 градусах. Я знаю, у пингуэ здоровый аппетит. Хорошо, что я сделала много. Про оссобуко можно забыть на пару часов. Я приготовлю ужин и привезу его домой к пингуэ. Мы сможем пообщаться. У них для нас есть сыр и вино. Нам нравится готовить по очереди. Я еду в магазин пингуэ, чтобы взять прошутто и другое копченое мясо для блюда с закусками. Хорошо, что мы сегодня увидимся. Это будет классный ужин. Марио Пингуэ. Попробуешь первый кусок? Да. Ладно. Не могу ждать. Оно просто тает в парке готового блюда с закусками. Здесь тонко нарезанная бразиола из говядины, капикола из свинины со специями, и моя любимая прошутто. И, наконец, я выкладываю колбасу сопрассата. Она умеренно острая, с красным вином. Люблю артишоки. У них такая вкусная сердцевина. Она прекрасно маринуется. Если вы готовите свежие артишоки, они довольно плотные и хорошо впитывают аромат. Чтобы приготовить артишоки, срезаем стебель и верхнюю часть. Снимаем снизу толстые листья. Как только разрежете артишок, сразу натирайте срез лимоном. Артишоки быстро темнеют, поэтому лимонный сок просто незаменим. Когда мне надо отварить артишоки, я добавляю в воду много лимонного сока. Закрываем и варим до мягкости. На это нужно время 30-40 минут. Когда режете артишоки, происходит следующее. Растения дают горький сок, который остается на доске и ноже. Возьмем чистую доску. Следующая закуска – маринованные грибы. Здесь их два вида. Темно-конечневые кремини и белые шампиньоны. Я старалась найти грибы одинакового размера. Чтобы очистить, вытрем. Моя сковорода сильно нагрета. Пусть масло тоже нагреется. Грибы надо жарить на сильном огне. Я не хочу, чтобы они дали много влаги. Немного соли и перца. Пока жарятся грибы, нарежем к ним немного тимьяна и немного чеснока. Отличное скворчание. Высокая температура – то, что надо для грибов. Они сохранят форму. Свежий тимьян. Мне нравится то, что грибы приобрели этот коричневый цвет. В конце добавляем бальзамический уксус. Именно он замаринует грибы. Грибы стали еще темнее. Пусть готовятся, пока не впитают весь уксус. Сервируем, когда они остынут до комнатной температуры. Артишоки сварились и остыли. Можно очистить сердцевину. Отваренные листья легко снимаются. Просто убираем слой за слоем. Снимаем верхнюю часть, чтобы остался колючий центр. Это невкусно. Ложкой проще всего. Готово. Это и есть съедобная сердцевина. Разрежем ее на четыре части. Натрем чеснока. Польем оливковым маслом, чтобы оно покрыло артишоки. Соль и перец. Немного свежего майорана. Сервируем при комнатной температуре. Так лучше чувствуется майоран, чеснок, сливочная текстура артишоков. Попробуем. Такой нежный. Майоран, лимон. Меня всегда покоряет текстура. Все самое свежее с Анной Олсен. Приятно готовить итальянские блюда. Готовить их для своих друзей еще приятнее. Я приготовила основное блюдо – оссобуко, телячью голяшку с густым соусом. А теперь классическое дополнение к оссобуко – очини де пепе с шафраном. Обычно берется рис, но сегодня мы заменим его мелкой пастой. Все очень просто. Это блюдо должно контрастировать с жирным оссобуко. Здесь немного лука и сельдерей. Пусть обжарится. А мы тем временем займемся шафраном. Кладем большую щепоть. Добавляем холодной воды. Это хороший прием. Шафран начнет отдавать свой цвет и аромат. В нужный момент я добавлю в блюдо и шафран, и эту воду. Используем очень мелкую пасту. Внешне она напоминает кускус. Это очини де пепе. Перемешиваем с маслом, чтобы удержать крахмал. Затем паста заливается сначала вином, а потом бульоном. Они постепенно вытягивают крахмал, паста отваривается. Я чувствую, что паста начала прилипать. Значит, пора наливать первую порцию жидкости – белое вино. Вино так приятно пахнет. Шафран уже окрасил воду. Добавим и его. В процессе приготовления шафран нараскроется, станет еще ярче, а его вкус усилится. Жидкость почти полностью впиталась. Паста перестала прилипать. Пора наливать куриный бульон. Мы будем еще дважды добавлять в бульон, когда паста впитает всю жидкость. Остался еще один ингредиент. Мы клали лимонную цедру в гримолату. Она сделает блюдо легче. Не обязательно стоять рядом, займитесь чем-то еще. Периодически помешивайте. Приготовим салат. Я сервирую его после главного блюда. Внизу будет руккола. Мне нравится ее перечный вкус. А еще добавим ананас и обжарим кедровые орешки. Пора добавить в пасту еще бульона. Вы вряд ли найдете ананас в итальянском меню, но его кисло-сладкий вкус идеально подходит для салата. Я обнаружила еще одну вещь. Если сверху натереть соленые итальянские сыры, получится замечательный контраст. Я еще не готова сервировать блюда из пасты. Здесь много жидкости, которая должна впитаться. Выключаем газ. Закрываем крышкой. Пускай паста медленно впитывает бульон. Когда я буду готова сервировать пасту, добавим сюда сыр, петрушку и сливочное масло. Орешки обжарились. Это будет замечательный салат. В конце добавим соленый сыр, оливковое масло и бальзамический уксус. У нас тут будет соленый сыр, душистые орешки, перечное руккола, а из фруктов ананас. Отлично сбалансированный салат. Все самое свежее с Анной Олсен. Они пришли. Привет, Анна. Привет, Майкл. Иди первым, у тебя холодильник. Класс, отличный чемодан с ланчем. Малыша сюда? Думаю, да. Кажется, вы делали вайсворст. Не могу вспомнить что-то такое, но ладно. Давайте выпьем, будем, салют. Салют. Хорошо. Отлично. Передавайте тарелки по кругу. Хорошо. Попробуйте салями и сапресата. Сегодня я ездила к Марио. Он не раскрыл мне всех секретов. Кое-что мы не говорим. Забавная история. Однажды в магазин пришел друг моего отца. Марио там не было, только я. Друг сказал, как вы делаете салями? Сколько кладете, того, этого. Я ответил, понятия не имею. Спросите у брата. Тот согласился, зашел минут через десять и сразу стал расспрашивать Марио, как мы делаем салями. Сколько чего кладем? Марио ответил, не знаю, спросите у моего брата. Он рассмеялся. Это поможет согреться после дня в холодильных камерах. Вот так. Она сабука изумительна. Спасибо. Боже, как вкусно. Не спрашивай рецепт, а то не расплатимся. Мне нравится вкус лимона. Никогда не видел, чтобы сюда клали маслины. Да, я кладу маслины в самом конце. Они не успевают стать горькими прямо перед... Отлично. Великолепно. Анна? Салют. Салют. Это вкусно. Да, прекрасно. Спасибо. Вы обжарили орешки? Да. Никогда не клала ананас в салаты. А мне это нравится. О, да. Я так тоже попробую. Вы не итальянка, так? А готовите итальянские блюда лучше моей. Лучше моей кого? У вас есть сарай? Вам спать на диване. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.